Этот вторник с замиранием сердца ждали все белорусские атлеты и истинные болельщики. Швейцарская лазанья. На заседании исполкома МОК после четырех месяцев долгих консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран, международными федерациями по видам спорта, должно было быть озвучено решение. Какое будущее ждет сборной Беларуси и России? Будут ли сняты политически мотивированные санкции? И самое главное, допустят ли команды к летним играм в Париже 2024? Ответа на последний вопрос так и не последовало. МОК отложил принятие данного решения. Однако главное спортивное ведомство в мире рекомендовало допустить атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом были озвучены определенные требования. Их глава МОК зачитывал почти три минуты. Приведем некоторые из них. На состязаниях вся госсимволика будет запрещена. Команды не могут участвовать. Спортсмены, которые имеют контракт с военными организациями и службами безопасности, не будут допущены на международные соревнования. Функционер достаточно категорично высказался о вмешательстве политики в спорт. Это будет конец того спорта, который существует. В настоящее время идет около 70 региональных конфликтов. И стороны не требуют исключения атлетов из страны противника и отправляют своих атлетов на соревнования. Спортивные организации должны определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Такие решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях. Сегодняшнее решение было принято по итогам долгих консультаций на основе Олимпийской хартии и нашей миссии. Хартия говорит об объединяющей роли спорта и политической нейтральности. Спортсмены, вписывающиеся в вышеупомянутые критерии, должны соответствовать с необходимым антидопинговым требованием. МОК ставил в селе рекомендацию по запрету на проведение международных соревнований на территории Беларуси и России. Также не могут быть приглашены на турниры неофициальные лица двух стран.